Началось все в 2015 году, когда было принято решение на базе редакции создать отдел телерадиоинформации. Изначально был это небольшой отдел. Мы делали одну программу, новостную программу, которую потом транслировали на телеканале «Беларусь-4 Могилев». У нас не было своего вещания, но это позволило подобрать, скажем так, кадровый костяк тех людей, которые начинали с 2015 года, и эти люди перешли и помогли потом создать полноценный телеканал «Бабруськ-360». Ну и, соответственно, пять лет тому назад с поддержкой Бабруського горосполкома было бы принято решение, собственно говоря, создать полноценный большой телеканал с вещанием, с вхождением на все основные площадки. Это и кабельное телевидение, и IPTV-телевидение, потому что такой большой город, как Бабруськ, у него должен быть свой, скажем так, телеканал, который может в числе прочих отражать жизнь города где-то новостными программами, где-то каким-то развлекательным контентом, рассказывать о людях, о истории, о современности нашего родного города. Название это, наверное, было одним из самых сложных. Долго мы, наверное, несколько недель выбирали, как же наш телеканал будет называться, было огромное количество версий. Но потом решили назвать Бабруськ-360, здесь и привязка к нашему родному городу, и, скажем так, заявка о том, что мы вещаем практически на весь мир, потому что в Ютубе нас могут посмотреть из любой точки планеты. Ну и, естественно, затрагиваем темы не только города, но и страны, и мира в целом. В дальнейшем это, естественно, выход новых проектов, это программы, связанные с общественно-политическими событиями, а это какие-то развлекательные проекты, которые мы планируем запускать, вот уже, условно, вес января месяца. Тогда очень интересно читать комментарии людей, которые жили в Бабруйске, но потом уехали, особенно, допустим, это Израиль. И очень часто, особенно вот на Ютуб-трансляции, которые смотрят в Израиле, у нас большой процент смотрения именно там, для них сюжет в Ютубе становится, скажем так, точкой притяжения. Люди узнают, что появились какие-то новые названия, новые дома на их улице, люди видят свои старые дома, где они жили когда-то, и вот читать их переписку, на самом деле, это очень интересно, потому что многие уехали довольно давно, это 20-30 лет тому назад, еще практически во времена Советского Союза, либо переходный период, и люди узнают вот эту историю, современного Бабруйска непосредственно через наши сюжеты. И им они интересны, может быть, не столько как конкретная новость, а сколько как фон, где они видят места, в которых они гуляли, как меняется город, как он хорошеет. Программу «Шалом», которая идет на радио, это программа приветов и поздравлений, когда люди, допустим, из Иерусалима поздравляют родных и близких, которые остались здесь, в Бабруйске, просят поздравить их с какими-то праздниками, то есть это дает возможность, опять же, связать людей, которые находятся на огромном расстоянии, и подарить им такую частичку тепла. Газета, несмотря на то, что это, скажем так, самая старая наша платформа, в этом году ей исполняется 104 года, тем не менее газета востребована. Дело в том, что, ну, приду пример, это как с театром, когда появился кинематограф, все прочили смерть театром. Но у газеты есть большое количество поклонников, потребителей, люди, которые до сих пор предпочитают живую газету, держать ее в руках, читать ее. И, естественно, главная наша работа вот именно для этой категории читателей наполнение тем контентом, который им будет интересен, который им будет актуален. Газета, опять же, не стоит на месте, то есть в современном мире мы видим, что происходит переход, скажем так, от какой-то просто фактологического заполнения, потому что есть более оперативные площадки, если мы берем то же самое интернет. Газета становится более аналитической, появляются аналитические материалы, статьи, авторская журналистика, как бы все это можно увидеть в нашей газете, естественно, мы будем продолжать в этом же русле. Хочется поздравить всю редакцию с этими замечательными праздниками, пожелать на самом деле творческого роста, замечательных проектов, потому что работа журналиста – это немножко такая сумасшедшая работа, она постоянно связана с людьми, она постоянно связана с какими-то новыми проектами, новыми идеями, и вот хочется, чтобы всегда были эти новые идеи, всегда была возможность их реализовать, ну, естественно, чтобы их всегда дома ждала семья, ну, и тепла, и благополучия, наверное, вот каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok